Уже практически две недели государство Алани находится в снежной блокаде. Ежедневно МЧС рассылает нам СМС о том, что высока вероятность хода лавин, а транскам остается закрытым. В результате запасы продовольствия в Южной Осетии стремительно сокращаются, с прилавков исчезли скоропортящиеся продукты, продукты детского питания, ощущаются проблемы с лекарственными препаратами. Фактически, продовольственная безопасность государства Алани оказалась под угрозой. По словам главы МЧС государства Алани Алана Таттаева, за последние пять лет таких осадков на транскаме не наблюдалось. Только с начала года на трассу сошло более 90 лавин, вдумайтесь в эту цифру. Основная часть удара пришлась на северную сторону транскама. Обильный снег по ночам и потепление по утрам делают ситуацию максимально неудобной для дорожных и противоловинных служб. Лавины из года в год блокируют транскам, однако текущая ситуация все же из ряда вон выходящая. Две недели это слишком опасный срок для Осетии. По телевидению нам сообщают, что на расчистку дороги брошена вся техника, но многие очевидцы заявляют о небольшом числе техники на дороге. Не исключено, что очевидцы могут ошибаться и неверно оценивать масштабы вовлеченности техники в расчистку дороги. Но даже несмотря на это, необходимо понимать, эта зима нам показала, насколько уязвим юг Осетии, насколько низка продовольственная безопасность государства Лании. Но несмотря на ежегодную историю с блокировкой транскама, в южной Осетии так и не создана система резерва, которая могла бы нивелировать негативный эффект от подобных капризов природы. Но если даже отбросить снежные лавины, транскам остается единственной артерией сообщения с Россией. Учитывая, что Грузия так и не отказалась от своих амбиций захватить Осетию, отсутствие системы продовольственного резерва выглядит довольно странно. Это делает молодое государство очень уязвимым.